Добрый день всем! С вами Антон Пелюганов. Сейчас мы попробуем с вами разобрать ABC-анализ. ABC-анализ мы будем делать на основе cvc составляющей слов, которые мы предварительно уже создали. cvc у нас представляет вид замен для согласных и гласных в виде составляющих v и c и так у нас уже здесь почищенный cvc статистика почищенная с количеством общем подсчетов сколько их вообще есть теперь мы хотим значит что нам необходимо сделать мы выделяем область которую мы будем передавать в ABC-анализ я уже тут немножко вставлял поэтому вставили заново применили фильтр отсортировали по убыванию так как у нас уже существует ABC до этого мы просто пользуемся его плодами отсортировали чтобы у нас было самое высшее значение сверху скопировали вставили процентное соотношение у нас пересчиталась правильно так как автоматически оно подсчитывается однако в конце мы еще добавляем один символ единичку так как если мы этого не сделаем если мы удалим то у нас вот это значение будет ND ну то есть не действительное а значит и формула будет работать неверно можно также поставить мы поставим единичку это она нам ни на что не повлияет это будет там одна сотая или тысячная или десятитысячная теперь разберем как должен работать сам ABC распределитель так как у нас используется формула просмотр то первое значение указывается искомое значение дальше указывается просматриваемый вектор и вектор результирующий тот как значит значит используется оно в таком виде нолик насколько можно понять то ноль это вектор именно колонки c то есть так как здесь стоит ноль то скорее всего это и есть вот этот ноль дальше 0 5 это от соотношения к группе а то есть группе а мы относим все значения которые все процентное соотношение которое будет меньше или равно равно 50 то есть вот как мы в принципе и видим но так как здесь это вектор то пишется не 50 процентов пишется 0,5 дальше мы указываем вектор b вектор b это у нас 80 процентов то есть мы пишем 0,8 то есть от 50 до 0,8 и от 0,8 до 100 то есть до единицы значит соответственно вот этот ноль это просто от 0 до 50 вот так то есть если мы хотим здесь поменять на 60 процентов мы просто поставим 0,6 и вот растянув то есть вот тут и мы вот видим что до 60 процентов у нас теперь будет а охватывать диапазон отменим это дело теперь дальше так как у нас была уже старая построенная то для того чтобы построить свою новую мы берем у нас сразу когда мы выделяем сводную таблицу у нас появляется поле сводной таблицы и здесь есть другие таблицы мы нажимаем эту кнопочку нам выскакивает окно хотим ли мы создать новую мы говорим да она автоматически перемещается на первую на первую страничку и теперь видите вот пусто появилось то которое мы добавляли но теперь мы можем значит нам оно в принципе не интересно мы его просто можем удалить мы его трогать не будем теперь для того чтобы у нас проценты вот тут появились во второй столбце мы идем значение выбираем параметры дополнительные вычисления суммы процент по столбцу и мы получили что а у нас охватывает 49 процентов б охватывает 30 процентов и от 20 процентов остальные уходят на всякую на всякую всякую все ну тут мы удалять не можем но будем считать что у нас с вами все хорошо вот и все теперь дальнейшие действия мы чуть-чуть сейчас приостановим я еще подучу как вот такую вот табличку сделать итоговую и тогда вернусь возобновить возобновить ага значит так продолжаем мы немножко поизучали теперь продолжаем и так нам нужно итоговая значит итоговую мы возьмем с абц группа составим такую итоговую табличку абц так как у нас их всего лишь три то не будем особо извращаться и и так просто их пропишем так так это это так и так там Так, дальше, значит, категория А, это у нас будет 50%, 50% от общей суммы. Соответственно, B, это будет 80%, C, это будет 100%. Дальше, посчитаем количество их. Количество это будет у нас счет, если диапазон, так как у нас такой диапазон. То есть диапазон там, где у нас ABC есть, критерий А. Растягиваем, получаем общее количество. Так, подсчитываем сумму. Итоговую. Теперь нам нужно рассчитать процент. Значит, определяем количество товарных групп. Это у нас будет итог. Вернее, доля. Итог. 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 Считается. Так. Посмотрим. Тут она в процентах. А итоговая плюс это. Значит, здесь мы процент. Процент выдвигаем с двумя знаками. Теперь итоговая равна вот так. Это равна, это плюс это. И вот так. Теперь нужно посчитать то же самое, только для самих чисел. То есть у нас диапазон теперь меняется на количество. Идем сюда и подсчитываем диапазон каунтер, где у нас сами значения. Так, диапазон у нас остается. Так, потихоньку. Значит, теперь нам нужно, опять же, мы пишем, что счет если в диапазоне, не счет если, а сумма если. нам нужно посчитать сумму, критерий у нас, а сумма, если нам нужно посчитать сумму, критерий у нас, а. Так, опять я все напутал. Нет, правильно, D. А суммировать будем, суммировать будем C. Вот и получается, что у нас то же самое для B и для C. подсчитываем количество есть, подожди, значит у нас всего 251 788 записей. Так, а долю нужно считать, так, теперь построим гистограмму, значит так как у всех нормальных людей. Идем вставка, так, гистограмму, гистограмму вставим. Так, значит выбираем данные. Так, продолжаем разговор. Значит нам, для того, чтобы построить гистограммы, нам нужно выбирать определенные источники данных. Мы выбираем источник долей для рядов. Раз, и добавить имя ряда. Это у нас будет количество групп. Количество групп. Ага, тут я уже нашаманил. Нам нужно два ряда. Вот будет первый ряд. Да что ж такое. Ага, через Ctrl надо выделять. Сначала первый, потом второй, зажав Ctrl. У нас получается два ряда. Теперь изменяем. Это будет у нас количество групп. А это у нас будет сумма групп. И изменим подписи на соответствующие. Так, в чем у нас беда произошла? Беда произошла в том, что у нас закреплена ячейка под номером H8. То есть, несоответствие группы. Нам нужно на самом деле K. Значит, тут просто поменяем на K. И сейчас все получится так, как должно и быть. Вот, теперь мы видим, что у нас группа А охватывает больше всего. Хоть она самая маленькая, но она охватывает больше всего значений. 50%. В то время, как остальные группы дают нехороший прирост. Пишем ABC-анализ. Анализ. Эту можно удалить. Просто-напросто. Применевает начальная, начальная таблица. Все. Спасибо. До новых встреч. С вами был Антон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...